Ваш вопрос. Здравствуйте. Очень рада, что вы приехали. У меня такой вопрос. Есть человек, который в Матву, с кем-то в Матву. И надо, коллеги наши, звонить. И звонить, я на полку. О, не-не-не. Вам нужны деньги сейчас, нет? Дома деньги нужны? Нет. Когда женщина работает, она напрягает ребенка. Да. Чем больше ребенок напрягается, тем больше он становится ДЦПшником. То есть ДЦП или аутизм – это напряжение. То есть женщина должна расслабиться, когда она вынашивается. И всех любить, молиться, быть на природе больше. И ходить вот такая счастливая, расслабленная. Это ее самый тяжелый труд – это выносить человека вообще. Никакая работа с этим не сравнится. Поэтому нужно просто ходить, счастливая такая, все хорошо. Ребенок уже на визу. Да. А можно говорить, ну, типа, ну, что ты, ну, что ты, ну, что ты, находишься? На работу, да? На решение, я не буду работать. Ну, идет война. То есть женщина хочет дома сидеть, мужчина хочет, чтобы она пошла работать. Да, это такая хорошая работа. Ну, идет война. Кто победит? Кто победит? Я, вроде, как бы не могу на себя объяснить, я начинаю сомневаться, потому что не реально будет темно. Выйдите. И домой приходите. Ой, я не могу. Да, ну, я не могу. Я говорю, давай я буду проверить. Ну, ну, проверим. Проверим, уже ясно, что будет закончено. Проверим. Мужчина, я сейчас вам расскажу одну вещь. Это вообще потрясающе. Вы поймете, что это очень интересная вещь. В общем, смотрите. Женщина, которая почувствовала, что можно дома сидеть, она никогда уже работать не будет. Это просто нереально. А если вы захотите, чтобы она работала, то знаете, у женщины есть один феномен. И он ни одним доктором объясним не может быть. Вот женщина, если она чего-то не хочет делать, а ее заставляют, она будет это делать. Но после этого она будет болеть. У нее голова начнет болеть, тошнить ее начнет. И если ее обследовать, это правда, диагноз прямо реальный. И женщина сама не может себе объяснить, почему так. Но это так. То есть, если женщина чего-то не хочет, ее заставляют, она будет болеть. И болеть неосознанно. Он не хочет, но, получается, принимает решение. Он должен принимать сама решение. Принимайте сама. Скажите, все, я пошла на работу. Вам же надоела эта ситуация, что он постоянно говорит вам об этом. Вы идите, скажите, все, я пошла на работу. То идите на работу. И так как вам работать не хочется, очень скоро вы начнете болеть. Или капризничать. Вы скажете, у меня нет сил, я не могу так жить. Я не могу, я хочу работать, а на работу не могу. Женщина, послушайте, мне говорят, как надо себя вести с мужчиной. Я много раз уже говорил. Никогда не сопротивляйтесь. Все равно будет по-вашему. Потому что ваша психика сильнее в 6 раз. Смотрите, все очень просто. Допустим, муж говорит, иди на работу, идите на работу. На работе что происходит? Вы устаете, страдаете, вам плохо. Ну, некоторым женщинам нравится на работу. Ну, пошла, нравится и работаешь. Чего, какие проблемы? А некоторым не нравится. Хорошо, работаешь на работе. И дальше что происходит? Сил нет, пришла домой. Сил нет, капризничаешь. И дальше, вот смотрите, феноменальный момент, как меняется ситуация. Женщина садится, начинает плакать. Когда она уже заработалась, уже в доску, надо подождать просто. Садится, начинает плакать. Муж подходит, говорит, что ревем? Допустим. И вам ему надо сказать такие слова. Запомните, только не перепутайте. А то все испортите. Надо ему сказать такие слова. Я хочу работать, но не могу. И какой дальше будет ответ? Ну, не работай тогда, чего плачешь? Все слои же. Все слои? Наоборот. Чего? Все, есть дома, да? Ага. Иди дома, не работай. Нет, хочу работать. Вот, вот, вот так вот, женщина, ничего не сделаешь. Да? Надо принять. Некоторые женщины хотят работать, и это надо принять. А некоторые не хотят работать, и это тоже надо принять. И самое интересное, приходит домой вечером и начинает, как человек, вытаскивает, что он очень поздно может спать. Он встает, как бы, капризничает. Примите. Это ваша судьба, или ее? Она, я не напрягаюсь. Хорошо, вот так живите, и все нормально. Ей, когда надоест, она свистнет. Поддержите ее в этом, скажешь. Ну, отдохни чуть-чуть.